Белорусская художественная гимнастика Европы и Европейских игр завоевала 27 наград, а 25-летним ветеранам талантливая молодежь уже наступает на пятки во всех смыслах. В старом зале гимнастики на улице Даумана в Минске булаве негде упасть. Чтобы принять всех желающих, тренировки расписывают по минутам и даже разбивают на части. Не хватает так, чтобы прям не передать. У нас залы переполненные, на одной площадке тренируется и сборная, и средний возраст, и самые маленькие, где-то с краешку на дорожках. Ну, потому что желающих очень много, особенно в последнее время. Белорусские гимнастки заслужили свой отдельный дом. Принятое еще после Пекинской Олимпиады решение президента возвести достойный дворец для Грации надолго забуксовало из-за нерадивого инвестора, который должен был построить объект вместе с жилым комплексом напротив. В итоге оба здания после критики главы государства возводит УКС Мингоросполкома, и, наконец-то, работа кипит. Разрешение на строительство получено в декабре прошлого года, а к этому моменту объект готов уже на 20%. Монолитные работы идут вахтовым методом в две смены, поэтому три из четырех этажей уже в бетонной одежде. Возвышающиеся над водохранилищем дрозды каркас здания можно оценить с проспекта Победителей, который за суверенную историю Беларуси, по сути, стал ожерельем из спортивных жемчужин. Считать их можно по субботникам, в которых принимал участие президент Минск-Арена, велотрек, футбольные и легкоатлетические манежи, здания Олимпийского комитета. Все они уже перешли в статус знаковых для страны сооружений. Недолго ждать и гимнасткам. В каждом из двух залов будут располагаться по четыре ковра, разделенных звукопоглощающими шторами. Президент изучает проект будущего центра олимпийской подготовки по каждому помещению. Это входная зона небольшая. Это первый этаж? Это первый этаж. Вот смотрите, мы туда входим, вот здесь небольшой такой файер, вести бюджет. Ну это надо. А дальше пошли все помещения. Сауна. И сауна есть. Такое пристальное внимание не случайно. Предыдущий проект заморозили из-за дороговизны. В итоге выбрали более экономичный вариант. Но это не значит, что он в чем-то уступает. Просто убрали все лишнее, уверяют архитекторы и строители. На этом объекте мы впервые опробовали систему проектирования биомтехнологий. Это так называемое компьютерное моделирование зданий. Оно позволило оптимизировать площади максимально. То есть здание получилось очень компактным. Там минимум коридоров. Лишних метров нет, а половину от предыдущей сметы в 50 миллионов долларов сэкономили. Но не на технологиях. Чего только стоит монтаж системы кондиционирования, которая не должна сдувать летящие к потолку ленты и булавы. По последнему слову техники, гимнастки должны и тренироваться, и восстанавливаться, а если понадобится, и лечиться. Все для спортсменов, а не чиновников. Это требование президента. Никаких излишеств. А то у нас каждому тренеру, каждому начальнику по кабинету, а то и по два, с приемной пятью секретарями. Здесь должны рекорды устанавливаться. Александр Григорьевич, в декабре закончим все строительно-монтажные работы. Значит, и мы предложили бы первый квартал 2018 года ленты. Восьмого марта. Я согласен. Это, конечно, общий метод. Задача очень напряженная, но все возможно. Договорились. Восьмого марта. Корпус Санкович на контроль. Скорость строительства бригада под руководством Александра Лукашенко сегодня внесла весомый вклад. 75 кубов бетона. Именно столько ушло на монолитные палы хореографических классов. 400 квадратных метров. Это отличный результат даже для профессиональных строителей. Уже через год здесь будут тренироваться будущие чемпионы. Помимо большого спорта, объект должен будет распахнуть двери и для всех желающих еще один принцип подобных сооружений. Очень оптимальный, правильный спортивный объект, который должны, в общем-то, строиться в стране. Он не должен быть очень большой, не должен быть очень финансово затратный. Мы, естественно, предполагаем проведение международных сборов, то есть привлечение спортсменов из других стран, которые бы у нас тренировались. Такой опыт есть в Новогорске, Азербайджан такой опыт. А это, естественно, привлечение валюты и, конечно, будет повышать окупаемость дворца. Не обошло сегодня и без символичных моментов. Ленин и бревно на субботнике. Знаменитый эпизод из жизни вождя, прогремевший сто лет назад революцией, долгие годы вдохновлял и деятели искусства, и любители анекдотов. Исторические параллели в обрамлении здорового юмора, конечно, очевидны. Но трудовой результат нешуточный. Встроенные ряды президентской бригады полностью подготовили материал для настила лифтовых шахт. А Ленин всего-то мусор от старых баррикад разбирал. Дмитрий Семченко, Андрей Бондаренко, Дмитрий Лас, Михаил Бровко, ОНТ.